добрый день уважаемые зрители и слушатели я записываю это видео как некий ответ андрею эдуардовичу полю на его рассуждение об обесценивании и званий и о том что творится в целом силовом виде спорта и о том что соревнования подменяются ярмарками ну и поскольку он в одном из своих обзоров посвященным этой теме упомянул меня в принципе вполне корректно я тоже там некоторые вещи поясню расскажу но сразу скажу что я с ним во многом согласен но не во всем ну и и я эту тему решил тоже затронуть поскольку я знаю а многие знают кто-то возможно уже из молодежи не знает что именно в независимом пауэрлифтинге систему альтернативных званий та которая прижилась это в принципе моя идея и она в свое время была достаточно успешно реализована и немало способствовало развитию независимого пауэрлифтинга на территории россии ну и соблюдение государств потом ее стали в общем-то копировать более или менее удачно но смысл там был совсем другой изначально ну кто помнит наверное уже не все первая классификация которую я предложил создать когда единственное отличие было то есть не мастер спорта россия мастер спорта vpc но и так далее соответственно другие звания там аромативы были существенно выше чем в ipf и изначально это задумывалось как что-то более такое профессиональное и серьезно и первая классификация была достаточно трудно выполнима для даже для тех людей которые имели соответствующие звание vpf но и поначалу в принципе так и было звания были достаточно престижны но потом все вот это вот развитие она уже пошло не по тому пути который мы предполагали я сразу хочу сказать что был категорически против внедрения так называемых любительских дивизионов но меня не послушали в этом смысле дальше там за любительскими дивизионами последовали и полные классификации среди них там включая чуть ли там не международников и и элиту деление там на чистых не чистых экипировочных без экипировочных и так далее в том деление по движениям ну и пошло-поехало уже к этому я отношения не имею изначально мы закладывали достаточно серьезную конкурентность достаточно серьезную сложность это было престижно ну о том как проводить соревнования и в какой форме тоже меня свое время очень сильно критиковали когда я предрек чтобы свыше тысячи участников турнира и так далее ну опять же это предполагалось все таки как соревнования ну и вот я случайно здесь нашел у себя такой вот раритет я сейчас покажу вот это вот первые эскизы значков в пациенте я к сожалению не помню уже вот кто является автором этих эскизов вот это вот членские билеты то есть это вот то что у меня сохранилось в архиве для истории но тоже скорее наверно музейные экспонаты ну и о чем собственно я говорю да я не в восторге от того что сейчас происходит как ему и в общем то даже глядя на соревнования которые проходят там большинство людей они на пауэрлифтерах похоже мало это в принципе просто фитнесисты которые там в одном или редко в нескольких движениях решили выступить и каким-то образом себя проявить хотя в этом ничего в принципе плохого нет это только хорошее но конечно когда нет конкуренции и когда выступают только в одном движении я опять же с поля не согласен с тем я никогда не считала же лёжа там отдельным видом спорта по силовой тройборе это вид спорта то есть человек должен быть развит разносторонний гармонично и чем более разносторонним разы тем в принципе лучше для него но это тема еще одного спора понятно все также понимают что вот это вот деление это требование ну скажем так окупаемости турниров но дальше вот андреев дворчик упомянул армлифтинг у нас в принципе все таки удалось сохранить совершенно другой подход он наверно просто не в курсе у у нас звание там мастеров спорта и мастеров спорта международного класса в общей сложности в год выполняет ну наверное не более 80 100 человек и действительно нормативы у нас очень высокие то есть кто не верит из пауэрлифтеров даже серьезных они могут попробовать хотя бы норматив мастера спорта в а выполнить и в принципе ну что уж проще стоят гантели и еще на каждом нашем крупном соревновании можно просто подойти попробовать и становится ясно что только единицы строкменов и до сих пор у нас только 20 человек справились с этим тестом силовым это люди которые обладают действительно реальным огромным силовым потенциалом поэтому как раз армлифтинг он именно во который является основным лидером и в принципе львиную часть турниров по всем мире подходит по нашей по проходит под нашей эгидой и по нашим правилам во многих странах мира а в общем то мы пока счастливо избегаем а вот это вот требования народных я уж не говорю про то что у нас всего 7 мужских категории 4 женские там всегда есть конкуренция и у нас звание элиты на данный момент присвоено двум мужчинам и двум женщинам это при том количестве турниров которые у нас идут ну а выполнить у нас норматив элиты это человек должен быть вот реально выдающийся и не иметь слабых мест вообще ну а о том уместно ли сравнивать пауэрлифтинг там и армлифтинг и другие виды и что лучше ну я свое время написал статью и изложил каким должен быть силовой спорт с моей точки зрения во первых ни в коем случае нельзя забывать о зрелищности то есть он должен быть зрелищным и иметь абсолютно понятные правила по принципу поднял не поднял то есть все так как с гантелей инча допустим происходит или с любым другим нашим снарядом с русской рулеткой или сексе там понятно человек поднял или не поднял снаряд соревнования должны быть скоротечными и динамичными того что как вы помните но вообще никто из пауэрлифтеров никогда полностью соревнования по пауэрлифтинг не смотрел потому что это вынести нельзя должен быть элемент личного соперничества обязательно мы стараемся тоже это соблюдать пауэрлифтеры тоже иногда пытаются в этом направлении двигаться должен обязательно достигаться результат цены для жизни то есть далеко не все виды спорта они что-то дают для реальной жизни ну а как раз здесь армлифтинг это один из наиболее древних дисциплин потому что в первую очередь всегда требовала сила рук от людей он должен быть доступен как по цене оборудования вы понимаете что допустим бобслиистов нигде в мире много быть не может по определению потому что там бобслейная трасса при всем уважении к их там выдающимся физическим данным эта штука настолько дорогая что там их никогда не будет там в каждой поселке в деревне и так далее а уголок там со штангой со стойками с гирями с армлифтерскими снарядами он не только там в любой сельской там школе клубе и так далее может расположиться так же как ковер там борцовские и мешки могут быть где угодно и это не требует там больших затрат и не должно быть но такой совсем уж элитарных требований к генетике человек потому что вы понимаете что тяжелоатлетом может стать только один из десяти если я говорю о классической тяжелоатлетике но стронгменов их вообще единицы а все-таки не должно быть таких для массовости сверх сложных требований по отбору ну и должна быть конечно минимальная травмоопасность и вообще безопасность этого спорта но с армлифтингом здесь вообще мало кто может тягаться должна быть возможность соревноваться с равными соперниками там по тактико-техническим характеристикам то есть весовой категории у нас есть хотя их конечно гораздо меньше чем в других видах ну и совершенно уникальный пункт это возможность достижения результатов естественным образом то есть у нас нет деления там на чистых и нечистых на перешедших на темную сторону потому что именно на силу хвата вот применяемые в других силовых видах фармакологические препараты сколько-нибудь заметного влияния вообще не оказывают только тренировки и человек в общем-то только упорным трудом может укрепить свои вот эти вот связки вот и поэтому в этом тоже наша уникальность поэтому как бы там зря он не зря андрей эдуардович не вникая в суть вопроса так несколько пренебрежительно отозвался об армлифтинге в качестве примера того куда движутся ну соревнования с большим числом дисциплин а вот в чем я согласен действительно от вот некоторых последних мероприятий ну они заставляют задуматься мягко говоря если допустим вот сейчас был атлетик экспо где и был там и пауэрлифтинг и армлифтинг и ну понятное дело в удивил олег макшанцев организатор этого фестиваля и там хорошие турниры прошли по всем этим видам и crossfit там там именно была заложена спортивная составляющая но то что вот сейчас показывают я в принципе правда сам туда не приехал но понятно что от у сарычева народу было очень много именно зрителей там движение и так далее но вот спортивная составляющая конечно там куда-то ушла в сторону не шоу а действительно вот какой-то ярмарки потому что некоторые вещи но там люди еще может быть до конца недопонимают чем это чревато чем это закончится в частности вот эти вот турниры там по пощечинам и так далее то есть эти люди они серьезно подорвали свое здоровье и от этого вред получили гораздо больше чем даже там профессионал который в профессиональных боях выступает и даже там где-то может получить нокдаун или нокаут то вот от этого веселья так называемого я думаю что участники еще до сих пор не отошли и дай бог чтоб ни у кого из них не было уж очень серьезных последствий для здоровья а так в принципе если это будет дальше развиваться вот эти вот турниры по пощечинам которые там я не буду сейчас в технические детали там влезать что почему и как но на мозгах это отразится все может отразиться достаточно в губительной степени и одно дело если по пьяни какие-то мужички там в каком-то пабе там так позабавились это один вопрос если начнут этим спортсмены заниматься то там достаточно быстро наступят смертельные случаи потому что удар ладони он гораздо более тяжелым сотрясением головного мозга приводит чем удар кулаку а вот но и уж я не говорю там про все остальное там я не знаю кстати вот в этом же направлении идут и фрики какие-то и блогеры непонятные то есть спорта там нет вообще но с точки зрения зрителей до надо признать что вот эта тусовка усарычева она привлекла возможно больше людей но это путь с моей точки зрения в никуда потому что все таки спортивные фестивали должны быть спортивными фестивалями и спортивное шоу должно быть именно спортивным шоу они действительно каким-то ярмарочным булыганом или цирком ну вот это опять же мое мнение вы можете с ним согласиться можете не согласиться но опять же вот некоторые моменты в развитии современных силовых видов спорта и фестивалей они идут совершенно в нездоровом направлении но кстати приходил там этот чудик с синтоловыми руками в том числе и на атлетик с экспо и никто на него абсолютно никакого внимания не обратил он забился в угол то есть смотрелся это абсолютно смешно то есть это такое тщедушное существо маленькое он даже как-то так вот кто кто его только в интернете смотрел кажется там что он хоть там делать какие-то попытки в спортивном издании живьем это вообще то есть реально сморчок на которого с таким состраданием смотрят люди и вот вот это вот вот этот парень скажем я не хочу никого обижать он набирает просмотров значительно больше чем действительно серьезные спортивные достижения которые зачастую сейчас оказываются никому не нужны вот вот это повод задуматься о том правильно ли приоритеты у многих сейчас людей расставляются в спорте и правильно ли они жертвуют и чем жертвуют буду вот своим этим просмотром бесконечным и так далее но он собственно говоря все что я хотел сказать спасибо